Здравствуйте! Есть такая простенькая познавательная загадка для детей. Как звали Юлия Цезаря? Или как звали Октавиана Августа? Это императоры, да? Римский император. Первый император у них был Юлий Цезарь, а наследовал ему, значит, Октавиан Август. Как звали? Так вот, надо разобраться, что означает то, что мы сейчас сказали. Это не их имена. Значит, Юлий Цезарь, Цезарь, прежде всего Цезарь, один из предков Юлия Цезаря получил это прозвище. Он был героем войны против Ганнибала, а у Ганнибала, как вы помните, на службе в армии были, как сказать, слоны, не слоны на службе, но слоновые кавалерии, короче, боевые слоны были. И вот он убил, в бою подвиг совершил, убил слона, представляете? И вот за это его прозвали Цезарь. Не знаю, почему Цезарь, потому что по латыни слон «элефант», да? А почему Цезарь? Ну вот, за это получил вот такое название Цезарь. Вот, и его потомок Юлий Цезарь стал, да? Вот, откуда Юлий имя самое интересное? Это давнее дело. Говорят, что было дело так. Так. Некая дама родила двух детей. Родила она их от Марса, от бога Марса. Не законно рожденные дети, но хоть и от бога Марса. И кто-то предсказал, значит, дедушке этих детей, что они убьют его. Ну, естественно, детей пришлось избавиться. Куда-то их там в корзинку, куда-то там их в лес унесли, или в речку бросили, не знаю уж там детали. Короче, подобрала их волчица, а от волчицы они попали к пастуху. Пастух их воспитал, вырастил, они вместе с ним пасли овец, ловили волков. Стали такими заводными ребятами, разбойниками они стали. И вот это вот разбойничья Ватага. Соседи на них, конечно, точили зубы, у них уже банда целая. Пьют, не просыхают. Но решили построить себе некий такой укрепленный лагерь на холме. На том самом капиталистском холме, на котором волчица их когда-то кормила. Вот, своим молоком волчьим. И стали они этот лагерь строить. Пьяные выкопали такую маленькую канавку. И один из них, Рому, взвали этого брата. Говорит, вот никто не переступит через эту канавку, сказал он заплетающимся языком. А другой, более трезвый Рэм, говорит, да что ты, вот я перешагнул и все. Я сказал никто, вынул нож и его зарезал. Преступление жуткое, связанное с основанием Рима. Рим это называется город. Так вот, жили они в этом разбойничьем лагере. А скучно жить-то, женщин у них нет. А женщины совершенно необходимы мужчинам, для того, чтобы компанию с ними водить, чтобы дети у них были. И они пригласили в гости своих соседей. Народ такой был рядом, так их звали, цобияни. И украли они у них до дочерей, пока они были у них в гостях. Долго собирались с обияния отбивать своих дочерей. Дочери там уже прижились, угнездились, у них мужья появились, дети. Мужей иногда убивали, все-таки бандиты. Но они выбирали себе другого мужа. То есть дети считались по матери в этом коллективе. Потому что, ну что отец, сегодня он жив, завтра его нет. Вот, и он так вот и появился. Была там красавица по имени Юлия. Ее потомки, вот называется род Юлиев, да? Октавия была, ее потомки Октавии, да? Октавии, Октавии. Так вот, Юлия Цезарь на самом стиле звали Гай Юлий Цезарь. А Октавия, вот того, Октавия, звали Гай. А вот этого Октавия, Гая, Октавия усыновил Юлий Цезарь. И он перешел из рода Октавиев в род Юлиев. И вот он, Октавий Ан, Ан это отрицание, бывший Октавий. Вот разгадка римских имен, в чем заключается. Вот эти два персонажа, Юлий Цезарь и Октавиан Август, в общем, до сих пор их вспоминают. До сих пор они литературные персонажи, до сих пор ставят пьесы в театрах, где они являются действующими лицами. Вот видите, как люди прожили свою жизнь, не очень длинную, но явились примером. Даже тот Август, в честь него, назвали месяц Август. В честь Августа. Август это даже такая добродетельность, символ добродетельности. Гай был очень скромен в быту. Носил только ту одежду, которую шила им его жена. Вот так. Всех благ вам, удачи, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok